всем доброе утро доброе утро милена доброе утро мы проснулись время у нас что-то сегодня нам не спится чуть-чуть почему-то стало пораньше думаю сейчас готовлю сырники смотрю милена встала покажу вам комнату что сделали вчера так вот ребята значит от окошка сделали вот целую стену сделали там но еще внутри косяки не сделали и сделали вот эту стену вчера уже начали здесь сделать обрешетку вот ну сказали будет мало в рейке видите сколько осталось сказали нужно будет сегодня докупать рейку сейчас вот они приедут я не знаю тогда с чем они будут работать потому что рейки то нету не знаю ну наверное может быть здесь косяки начнут обшивать или что не знаю в общем осталось вот тут три листа и еще половина у нас во дворе есть вот они сказали еще четыре листа нужно будет докупать и рейк они еще насчитали 40 метров поэтому мы сейчас завтракаем и дядя вова там договорился с кем-то они поедут на одной машине а я поеду на своей машине за рейками они за гипсокартоном в магазин чтобы закрыть и 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 жарится сырнички у нас четыре штучки получилось сейчас достану сгущенку покупаю вот такую вот сгущенку мне нравится сибирь великое сгущенное молоко вот в жестяной баночке хорошая сгущенка уже не раз ее брали хорошая она и не жидкая да молоко цельное молоко обезжиренное сахар сливки сыворотка молочная все в принципе ничего лишнего нету в ней сейчас нажарим сырничка позавтракаем у нас он еще жануська лежит с утра пораньше где вон она милена сзади меня где сейчас маленько по побудет и выгоним потому что придут доделывать сейчас надо будет позавтракать надо будет ехать за рейками потому что рейк вообще нету для работы надо будет сразу ехать я сидела над жаной она прям лапой мне вот сюда вот ну не надо на нее сидеть зачем я не на неё минута уже давно прошло сейчас будут готовы раз прошло вот эти два зажарились эти еще не очень нажали мы будем кушать все окна открывала все проветривала поэтому сильно не буду убираться вот уже когда доделают тогда будем убираться сейчас смысла нету готовы сейчас одна сторона поджарится этот рану наверно перевернула одна сторона поджарится все будет готова близко не подходи милен они еще стреляют поехали мы смеленка опять нас рабочие послали в строительный магазин сейчас привезли речек 40 метров и дядя вова сейчас поехал с кем-то на машине там сверху багажник есть за гипсокартоном еще четыре листа вот а нас послали еще строительный магазин уголки у них металлические закончились в общем поехали она побежала в магазин там попрыгунчиков своих таскает с этого с автомата он идет уже обратно вот сегодня у нас опять на улице так нормально тепло солнышко ну как тепло и с утра время еще у нас 10 утра еще как бы прохладно но сегодня будет хорошо люди все раздеты на улице вот хорошая погода пока стоит он милена пришла уже ну что там тебе попалась салатовый такой такие вот каждый день собирает зачем нужны непонятно терять видимо потом на улице в разные стороны раскидывать в общем я приехал уже из магазина все купили и купила себе для сегодняшней маски вот значит димексид репейное масло вот такие вот витамины а и вид это кстати знаете намного дешевле покупать вот такие витамины нежели я в тот раз брала витамины отдельно а там е для волос я купила 20 капсул за 60 рублей мне на одно применение нужно где-то ну 8 10 вот поэтому я думаю что вот такие вот витамины покупать гораздо дешевле выгоднее ну и в принципе одно и то же вот и еще мне понадобится вот персиковое масло для начала я сейчас налью как бы я вам все показывать не смогу как это все буду делать потому что там на кухне ужасный шум там ходят парни работают вот поэтому я сюда уединилась вот но принцип такой просто сейчас репейное масло я наливаю вот в эту чашечку ровно столько сколько мне понадобится на корни волос ну вот я думаю этого будет достаточно это где-то наверное но практически половина вот этого пузыречка вот дальше я сейчас его понесу поставлю просто на батарею на газовую установку чтобы она у меня маленечко стала теплым и дальше буду смешивать димексид буду добавлять вот допустим от всей той жидкости который сейчас мне здесь получится репейное масло персиковое я налью туда еще чуть-чуть вы тоже как бы на глаз потом добавлю туда а и вид они выглядят вот таким образом вот две четыре шесть восемь десять ну вот как раз на два применения возьму десять капсул каждую капсулу раздавлю проткнутом иголочкой или булавочкой и выдавлю сюда потом когда у меня репейное масло чуть-чуть подогреется и димексида вот эти вот капсулки и все и буду втирать в кожу головы в корни полностью все это размажу под салфановый мешочек и под теплое какое-то полотенчик и буду ходить ну часа два пока буду готовить суп в общем готовить его убираться все буду ходить с этой маской а делается это на грязные волосы волосы у меня сейчас не помытые на сухие грязные чтобы волосы были не сырые и не чистые так чтобы и не а главное не переусердствовать димексина потому что он разогревает очень сильно кожу головы и может привести к ожогу поэтому от всей вот ее ну вот сколько вы добавите сюда вот масел смотрите на глаз сколько добавлять масло допустим сколько у кого волос да там чтобы хватило на всю кожу головы вот и от этого всего добавить ну может быть одну треть всего лишь потому что может можно привести к ожогу и вообще нужно начинать я уже просто попробовала я уже добавляла сначала чайную ложку потом добавляла 2 чайной ложки сейчас я могу добавить 3 у меня не было такого чтобы мне прямо грело пекло очень сильно поэтому я уже испробовала и примерно сколько сколько знаю сколько мне надо на мою именно голову нас там целая дискотека дома музыка поет пошла в баню заберу шампунь маску хожу уже полчаса но димексида я сегодня похоже переборщила потому что мне так изрядно пощипывает голову так прям хорошо греет так здесь у меня все здесь у меня и шампунь здесь у меня так маска дома получается еще гель для души надо домой забрать такой еще бальзамчик у бальзам вообще классный мне соседка дарила надо узнать где она его покупала я даже не знаю мне кажется это какая-то профессиональная косметика вот это матрикс чем надо спросить у него мне очень нравится и он как раз знаете для моих волос для сухих он как раз делает ой зацепилась он как раз делает волосы чересчур увлажненными почему ей не подошло она говорит у соседки у нее стрижечка и волос как бы волосы не не густые и вот она говорит когда я им пользуюсь мне такое ощущение что у меня вообще волос нет на голове вот а мне как раз это подходит потому что у меня волосы сухие и когда я и мажусь у меня волосы прям нежные такие мягкие в общем мне вообще нравится надо спросить я все как начинаю мыть голову вспоминаю потом опять забываю наши ребята рабочие уехали видимо на обед сейчас покажу вам что сделали мы к маме отъезжали маленечко там посидели думали надоел этот шум гам пыляка только отъехали буквально полчасика посидели они нам звонят мы говорит на полчаса отлучимся пол стены уже вот этой зашили эту всю стену полностью вот короче осталось прям чуть-чуть вот здесь и вот окно и все и комната вся готова в принципе вот всю комнату они сделали сделала масочку волосики такие мягкие вообще ну знаете я сегодня переборщила с димексидом я сегодня ливанула прямо на глаз и у меня прямо грела сильно голову прямо грела пощипывала я два часа не ходила но это в интернете написано что нужно ходить два часа под мешочком под полом полотенцем а парикмахер мне моя говорила что минут сорок ну хватит вот так вот и милена вон видите опять там гимнастка акробатка вот и значит я минут сорок наверное проходила и не знаю нормально мне вполне хватило ну конечно если бы я наверное не переборщила с этим димексидом то может быть ходила бы и больше но мне прямо так грела щипала я уж напугалась думаю что сожгу голову себе вот так что это буду наверное теперь раз в неделю такие масочки делать крапивы сегодня не полоскала кстати крапива пойду я наверное сейчас в огород сама себе напомнила молодец сейчас если найду где крапиву если еще морозом и и не ударила не побила если она еще стоит живая я сейчас нарву себе крапивки сейчас на что-нибудь наберем только сейчас пойду перчатки найду я не знаю где одну пару то найти миллион вот смотрите у меня какой тут виноград покраснел декоративный листочки такие красненькие хорошо он у меня здесь вообще прижился на этом заборчике вот покачайся маленечко видите мы сегодня прям в футболках замечательная сегодня погода так пойду найду петрушку надо еще собрать наверное сегодня тоже соберу и порежу мой как хорошо на улице вообще замечательно так перчатки перчатки где найти давайте я не знаю где себе найти папа тут все убрал и вообще так еще нам надо мы еще не скрутили вот у меня что тут от крапивы осталось можно сказать вообще ничего и не осталось сейчас я сверну этот матрас да он свернутый в принципе не матрас а бассейн и вот так вот маленько его утеплю и пускай лежит до следующего лета все хранят на чердаках поэтому ничего и ничего ему здесь не будет все здесь хорошо что мышки не водится здесь я не думаю что они сюда залезут и будут прямо грызть поэтому пускай лежит на следующего лета следующие лета будем купаться я не знаю где тут перчатки вова у нас а милена не знаешь наверное где папа же у нас теперь спускайся папа же у нас теперь сделал в гараже там в шкафу все у него наверное у перчатки у него там перчатки в гараже отсюда же он все убрал на вас пойдем наверно рука здесь нету где дрова нету тут нету пойдем туда наверное в гараже не у него так я на тут аккуратно тут у нас открыт погреб так ну вот есть вот и а новеньких нету чистеньких мама это чумы и на тебе-то зачем буш колодца ну пошли если не боишься то пойдем с корнем ее не нужно вырывать милен я вот думаю что ты все-таки сейчас обколешься давай я о елизаветик ты как на улицу вышла я чуть не помню чтоб я тебя выпускала а лизонька приветики когда мы едем и решили поехать погулять у нас сегодня замечательная погода вот прям как летнее солнце небо голубое тепло смотрите как красиво дом из рисовать и медведь смотри мишка вон на доме как красиво нарисовали в общем поехали мы всем всем семейством кроме папы тургаяк взяли коляску сейчас маленько погуляем рабочие у нас там сказали еще будут часа наверно ну два-три то точно они будут если не больше этому время у нас есть что-то им заикнулась насчет ну я им как говорила но они мне еще ничего не считали я просто говорила если что или ноль и у меня раскидаете и больше у нас разговора не было ну сейчас доделаю там скажу друся помахай хоть привет привет тебе видно привет привет да они пешеходы эти пока дойдут до пешеходного перехода я уже в тургейке буду они же не стоят не ждут они идут только чё я буду останавливаться ждать пока он дойдет ну да весело с тобой ночевая ну 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 Милена, няня Милена полный рот набрала газировки и идет Кати аккуратно, дочь Смотри, чтобы коляска не сошла Нет, ты что? Леруся, хорошо? Няненька тебе катит твоя Няненька, ты только по сторонам не смотри А то Леру сейчас кувыркнешь в другой ягод Лера балдеет, едет Хорошо сегодня вообще Последние денечки Последние денечки, хорошо Ау Все будем спасать Милена, глотай уже, глотай, подавишься Не надо так долго держать газировку во рту Милена у нас пошла с дедом по низу Вон там внизу А мы идем по верху Валерия Нравится в моих очках А то едет и щурится Мы прям как раз идем И солнце в лицо И она едет и щурится Надела ей свои очки Хорошо, прям Ой, уточка какая в тургайке вон плавает Одна Вон они у нас внизу идут А вон уточка плывет Прям Одна Вода чистая Чистая Милена, ты здесь разве поднимешься? Поднимется, вот тропинка Давай поднимайся Правильно нарушаешь Давайте, давайте, ползите Ползите, ползите Толкает дед Милена, не балуйся Дедушка сейчас подскользнется И кубарем полетите вниз Тебе что, шутки? Это ты должна дедушке помогать А он тебя волокет Это не яблонька Круша нельзя скушать Нету ни одной уточки Что-то где-то крякали Это я, говорит, крякал Никого нету Все уплыли Да, Валерия? А вон она где-то Есть? А, вон две там Ну, далеко Не получилось Давай А тебя хоть учили, как кидать-то, нет? Ну, я ее учил, Вова Но она не таким же О-о-о Вниз Мам, смотри Сейчас точно Ты вдаль кидай, а не вниз Вдаль Вот И сама туда за ними Ныряй Давай Офигеть Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...